Ресторан Лака Феде Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. 8 минут позитива со мной, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Такой у меня поздний завтрак, как в Париже. Сейчас варю себе овсяночку, овсяные хлопья, немножко сольки, на воде овсяные хлопья. Правда, я добавила немножко маслица, подсолнечного маслица. Так что вот, водичка уже вскипела. Чай я уже себе завариваю. Такой чай с бергамотом. Вот такие вот дела. Ну что, дорогие друзья, чтобы быть процветающим, конечно, необходимо душевное спокойствие и равновесие. Решила я сделать несколько передач на эту тему. И, конечно, обратилась к книжкам одного из моих любимых авторов, Жозефа Мерфи. Так что вот, несколько книжечек. А, хотя, подумала, наверное, нужно посмотреть, что-то такое выдержки, зачитать основателя позитивного мышления Норманда Винсента Пила. Так что вот, это вот его книга «Путь к уверенной жизни». Уверенность, контроль. Ну, такие вот дела. Ну, вот из книг Джозефа Мерфи подумала, сейчас я открою, потому что здесь я в таком формате, мой гранд-ресторант, это моя кухня. Думаю, мне нужно открыть мой компьютер и это почитать онлайн. Онлайн, онлайн, сейчас, думаю, сейчас сделаю подборочку, открою компьютер, открыла компьютер. Так что вот, а это вот две книжки «Вечная жизненная истина», хотя у Жозефа Мерфи огромное количество книг, все великолепные. Вот, «Вечная жизненная истина», «Как избавиться от страхов, тревог с помощью подсознания», «Как стать здоровым, богатым и счастливым». Вот такие вот дела. И, открыв, знаете, вот на душевном спокойствии, потом все-таки подумала, знаете, Джозеф Мерфи, все-таки, знаете, вот когда вот он, знаете, уже много-много лет прошло, его книгам много лет, так что вот. И, конечно, я за интернетил, а душевное спокойствие. И, знаете, как говорится, как бы, наверное, как говорят, Яндекс знает все. Наверное, Яндекс у меня открылся, это ли информация из интернета у меня открылась, Яндекс Дзен. Сейчас вообще очень популярно, знаете, вот это Дзен, Яндекс Дзен. Это открылась, здесь даже не написано Яндекс Дзен, да, это, наверное, с Яндекс, на Яндексе. «Тринадцать секретов душевного спокойствия». Так что вот, я подумала, ну, великолепно, может быть, начать с этой статьи Яндекса. Вот, дело в том, что я и сама изучаю, так что вот у меня не все книги полностью прочитаны Джозефа Мерфи, не все. Вот, вот такие вот дела, так что вот, и думаю, еще для себя, для себя прочитать эту статью, вот. А потом я решила, ну, что, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивного мысли, думаю, «Дотяна Салмановна, вы уже четыре года читали в Америке книги, как бы, вот это изучая для себя часами, понимаете, по восемь часов в день». А здесь, конечно, уже хочется сделать видео, понимаете, сделать, ну, в общем, знаете, как говорится, совместить приятное с полезным. Так что вот. И прочитать, хотя, если бы быстренько читать, я бы, конечно, быстрее прочитала, чем это читать на видеокамеру. Вот, а здесь совместить приятное с полезным. Изучение материала и видеозапись, и завтрак. Так что вот. Что, дорогие друзья, кашка, кашка. Здесь я немножко холодненький разбалую чай. Дело в том, что я в своей книжке, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Когда я вычитала в книге Джона Рокфеллера одного из богатейших людей своего времени. Так что вот, основателя, так скажем, империи Рокфеллеров, который сам их богател с нуля, я об этом пишу. И очень интересно. В главе «Королевское спокойствие» я была очень удивлена, когда в его книге биографичной биография вычитала о том, что он никогда не нервничал, не повышал голос. Это я говорю о Джоне Рокфеллере. Там было написано. Так что вот. Что вывести из себя его было практически невозможно. Ну, я думаю, что это был один из его секретов, его богатства. Ведь когда он сказочно разбогател, и его спросили, поделитесь секретом, как вам удалось так сказочно разбогатеть. Или даже надо будет еще посмотреть, он вроде как, может быть, и самым богатым был человеком своего времени. Ну, я так говорю, что богатейшим. То есть вы поняли, да? На этот вопрос он ответил «Бог дал мне мои деньги». И в его автобиографии написано, что он следовал духовным законам. Всегда, знаете, десятина и так далее. Я тоже об этом пишу. Так что вот. Ну, это очень интересно. Так что тот, который сам, понимаете, сам сказочно разбогател, жил долго, богато. Да, он мечтал дожить, по-моему, до 100 лет, а прожил в 99. Так что вот, вот такие вот дела. Такой вот долгожитель своего времени. Ну что, кашка. Кашка, как я вам могу дать к завтраку. К завтраку совместим. В общем, кашка. Как-то нужно так и себе показать. Ох, такая, такая эротическая. Сам, главное, 8 минут. Ах, уже 8 минуток. Так, хорошо, 8 минуточек. Значит, я это видео выключаю. Выключаю. .